13 дел завели по факту неуставных отношений в казахстанской армии с начала года. Об этом заявили на брифинге в СЦК. Также сегодня стало известно, что погиб еще один военнослужащий. На этот раз трагедия произошла в Айагосском гарнизоне. Уголовное дело по факту его смерти завели по статье «Доведение до самоубийства». Об этом сообщил начальник департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны Тлеухан Басхужаев. При этом отметил, что мужчина не предъявлял жалоб на несение службы. В целом, по данным ведомства, количество преступлений на почве неуставных отношений снизилось на 28% за три года. Если в 2021 году было зарегистрировано 176 уголовных правонарушений в вооруженных силах, то в 2022-м 169. Ну а в прошлом году динамика преступности снизилась до 159. В текущем же составило 131 факт. А вот то, что произошло сегодня в Айагоском гарнизоне, да, этот факт имел место. Военнослужащий он по призыву на два года, офицер, призван. 6 сентября он зачислен в списке части, был на должности финансовой службы, не связанной с полевыми выходами. Все компенсации с переездом, все деньги получил. Отдельные моменты, может быть, тут психологически как бы переменное место. Приносим действительно соболезнования семьям, родителям и все необходимые следственные мероприятия, все проводят. К сожалению, факты гибели военнослужащих случаются. Основными причинами гибели и травматизма военнослужащих являются неосторожные обращения с оружием и боеприпасами, нарушение мер безопасности при эксплуатации техники, дорожно-транспортные происшествия, неслужебное время, смертность по болезни, суициды и попытки к ним на почве семейных неурядистов. Почти 90% данных случаев происходит не связанное с воинской службой.